Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и разработчики порадовали нас рулеткой Наликана с легендарным внешним видом Рыцарь. В отношении внешнего вида ничего говорить не буду плохого, потому что сказать просто нечего. С этим легендарным внешним видом машина действительно круто преображается. Но стоит отметить также, что и без легендарного внешнего вида данная машина тоже имеет вполне себе прикольный внешний вид. И что меня особенно радует, что во-первых данная машина не перерисована с какой-то другой тачки в нашей игре, то есть является уникальной машиной, такой как допустим Могильщик или Лесная Ведьма или тот же самый Уничтожитель. Про Крушителя не скажу, потому что там он очень сильно похож на КВ-2, хотя это абсолютно разные машины. Также стоит отметить, что из того, что мне нравится в этой тачке, это то, что когда ты играешь на ней, ты тоже видишь перед собой красивую машину. То есть не так, что тобой любуются исключительно твои соперники или союзники, которые смотрят на тебя, но и тебе тоже есть на что поглядеть. В отношении стоимости рулетки здесь у нас, ребят, все как обычно прозаично. На последние два прокрута, скорее всего, вам придутся главные награды, но это очень большой вопрос. В отношении Ликана вопросов у меня нет, скорее всего, точно на последний прокрутик падать будет. А в отношении легендарного внешнего вида сейчас покажу вам прикольчик. В отношении стоимости рулетки 13 прокрутов обходится в 9595 голды, ну а если прокрутите на все 15 крутков, то, соответственно, отдадите 12985. Но если округляем, то 13 косарей. Не так уж и дешево для семерки, да и семерка не является прям имбовой. То есть это не какой-то уничтожитель, крушитель. То есть тачка не обладает прям какими-то специфическими возможностями в отношении того, чтобы на ней играть. Она просто уникальная и не более того. Сюда положили, ребят, все что угодно. И я не часто это говорю, но в отношении аватара мне аватар нравится. Не хотел бы, конечно, я получить его где-то за 1000 золота, но если бесплатно или за какие-нибудь 50 голды, то да, аватарчик прикольный. Все остальное, в принципе, как обычно. И даже порадовали одним контейнером бомбическим. Не знаю, насколько это выгодно и интересно, но положили, да и слава богу. Обвес крылья ночи, все остальное, в принципе, без чего-то удивительного. Ах да, есть еще обвес проводник душ. Мне лично заходит и очень сильно, особенно на танки с вот такой вот тематикой. В отношении прикола с камуфляжом. Если вы обратите внимание, то камуфляж рыцарь, ребят, имеет не какой-то пустяковый процент выпадения, а целых 8%. И камуфляж в отношении дождя имеет меньше процент выпадения в целых 8 раз. То есть разработчики не положили камуфляж рыцарь, как вторую главную награду данной рулетки, с второй по вероятности возможностью ее получения. Ну, понятное дело, ниже уровня плинтаса у нас болтается сам лекан с вероятностью в 0,04. Сильно рулеточку крутить не буду по одной простой причине, потому что машина на основе у меня есть. На твинке будет, не будет, мне, честно говоря, без разницы. Но если выпадет, я лично был бы безумно рад. Смотрим, что у нас получается. И получается у нас х10 в количестве 5 штучек. Ну, окей, хорошо. За 50 голды нормально, это лучше, чем на серебро обменяться. Но, к сожалению, к серебру вернуться в любом случае придется. То есть, так или иначе, серебро отсюда и свободку вы заберете. Ну, разве что, если вы прям совсем фартовый, и вам выпадет лекан, ну, буквально там с какого-то первого-пятого прокрута. Дальше же, я больше чем уверен, что фарт будет у всех плюс-минус одинаковый. На лекана не рекомендую рассчитывать в выпадении на первых прокрутах в целом. Процент выпадения я вам показал, и поверьте мне, навряд ли найдется большое количество игроков, которые будут забирать данную машину себе исключительно не на последних прокрутах. Ну, просто 0,04 это крайне смехваторный процент по выпадению. Что мы получаем? Значит, я прокрутил сейчас рулетку 4 раза. Будет пятый прокрут за 250 голды. В целом недорого. А что у нас по лекану? А, ого, ничего себе. 0,06. То есть на 0,02, даже не 0,02, а 0,02, у нас увеличилась вероятность. Ну, не могу сказать, что это действительно как-то увеличивает наши шансы в отношении получения главной награды. Ну, дай что-нибудь. Дай хотя бы, я не знаю, контейнер или обвес какой-то. Ну, иксы, да? А, нет, не иксы, бустеры. Ладно, едем дальше. 350 золота. Ну, хочется что-то получить себе реально годное, нормальное и интересное. А не только собирать всякого рода шелуху. Но, к сожалению, шелухой рулеточка меня и радует. Не знаю, имеет ли смысл крутить дальше. Крутану. Скорее всего, это будет либо свободка, либо серебро. Буду очень сильно удивлен, если это будет обвес про контейнер. Я вообще молчу. Но, давай. Ну, пожалуйста. Свободка. Стоила ли свободка 500 с копейками голды? Я лично считаю, что нет. И на этом, ребят, я буду останавливаться. Не вижу абсолютно никакого смысла крутить дальше. Наш процент по лекану уже целых 0.15. То есть, даже не четверть процента. Все остальное по процентам поднялось. Но, как видите, сейчас я куплю себе 50 тысяч кредитов. С вероятностью 46%. Либо возьму себе камуфляж рыцарь на эту тачку. Но, если самого танка у меня не будет, то какой смысл мне вот этого внешнего вида в целом? Поэтому, на данный момент я останавливаюсь и рекомендую каждому принять для себя решение, на каком конкретно прокруте вы будете все-таки останавливаться и не будете идти дальше. Ну, просто для того, чтобы эта трясина рулетки вас не засосала и вы не слили свою кровную голду в никуда. Особенно, если на целую рулетку у вас не хватает запаса золота, как у меня, допустим, то идти вперед смысла никакого нет. Потому что, скорее всего, несколько прокрутов сделать вы не сможете физически за отсутствием голды. Ну и, соответственно, главная награда останется в этой рулетке, а вы будете расстроены, что золото слили. Переходим ко мне на основной аккаунт и поедем лекана выкатим из ангара. Лекан, как я говорил, машина интересная. Но интересная она не тем, что она предоставляет вам супер геймплей, там, где вы всех разрываете, нагибаете рандом, зарабатываете огромное количество серебра. Просто интересна тем, что она уникальная, нестандартная и ни на кого абсолютно не похожа. Именно такие тачки мне, честно говоря, нравятся. Как я уже говорил, я тащусь от могильщика, меня просто безумно радует та же самая лесная ведьма. Крушитель, ну, я бы не сказал, что уникально выглядит, потому что есть КВ-2. Но, в общем, так или иначе, своей уникальностью Лекан действительно красуется. Стоит также отметить, что Лекана в ближайшем обновлении переведут из статуса премиумных тачек в коллекционные. Но не торопитесь радоваться. Если разработчики оценивают восьмерки в 3.750, то я думаю, что в семерки будут продаваться по цене, я имею в виду, вами продаваться для получения золота, ну, где-то тысячи за две с половиной. Это мое предположение, точной информации на данный момент у меня нет. Но, в любом случае, заработать на Лекане особо много у вас не получится однозначно. В отношении орудия не сильно все бодро, не сильно все комфортно. С учетом того, что в двух слотах оборудования я установил себе на улучшение показателя по времени сведения, я имею 5,4. Сводится орудие действительно крайне туго. Плюс к тому, у него очень большой разброс в 0.422. Не сильно большой ДПМ. И связано это с тем, что, да, средний урон целых 400 единиц. И для семерки это действительно очень круто. Но перезаряжаешься ты 12,8. Опять-таки, с учетом установленного досылателем. Практически 13 секунд. Повторюсь, это семерка. По пробитию 175. Кому-то хватает, кому-то нет. Но переставлять досылателя на калиброванные снаряды не вижу вообще никакого смысла, потому что тогда хороню абсолютно полностью свой ДПМ, ну и вообще какую-либо предполагаемую играбельность данного орудия. Отметить плюсом необходимо в Ликане то, что у него угол сконения орудия составляет минус 10. От неровности отыгрывать удобно, ваше неплохо забронировано и в целом комфортно играется на неровности. Ну что, ребят, поехали. Покатаем Ликана, посмотрим на что он способен. Ну а дальше будете принимать решение, нужен ли он вам, а уж тем более, нужен ли посредством прокрута данной рулетки. Итак, ребят, даже не знаю, чем мне делать. Наверное, поеду вот туда, к своим, в город, дорога мне заказана, играть буду против восьмерок, а на Ликане против восьмерок играется не очень хорошо, потому что пробитие 175. И когда вы встречаетесь с хорошо забронированными машинами, то с учетом того, сколько времени вы тратите на сведение, с учетом круга разброса, я имею в виду в отношении точности прикол данного орудия, то отыгрывать против восьмерок действительно сложновато, потому что пока вы выцелите серую зону в вашем сопернике, вам уже хорошенько прилетит как минимум одна затрещина, ну а если прилетит больше, то будет совсем паскудно. Ну вот я свожусь, ребят, и согласитесь, ну мало приятного так долго сводиться. И это, ребят, мы еще не стоим напротив своего соперника, который в момент, когда вы пытаетесь свестись по нему, начинает делать то же самое в отношении вас, ну и, соответственно, выцеливает вас. Любая другая машина делает это гораздо быстрее, нежели Ликан, и, соответственно, вам от этого не сильно будет весело. Наконец-то свелся, делаю выстрел и откатываюсь. В отношении угла склонения орудия вот здесь сейчас было очень комфортно играть. Почему? Потому что угла склонения больше, чем достаточно. По верхним двум вот этим бронелистам, которые сделаны им щучьим носом, действительно неплохая приведеночка присутствует. Ну и в отношении бронирования башни тоже довольно классно. Проджета 46, несмотря на то, что является восьмеркой, да, имеет, безусловно, не самое крутое пробитие на своем уровне, но в то же время могла бы нас пробить. Слава богу, у нее это не получилось. И вот здесь сейчас на вот этой горке мне не было необходимости выезжать вперед, так как у меня более чем достаточно угла склонения орудия вниз для того, чтобы выцеливать всех даже вот здесь вот внизу на пригорочке, на этой или как правильно назвать. Короче, в начале горки я вполне спокойно могу видеть своих соперников и их выцеливать. Ждем, ждем, заодно затестим на дальних расстояниях. Ну, я не могу сказать, что прям повезло, безусловно, без пробития оно не очень радует, но в любом случае попасть по сопернику получается. Снаряд летит не очень бодро, но в целом достаточно. Особо большого какого-то упреждения по выстрелу давать никакого смысла нет. Сейчас попробую еще раз свестись. Ну, это очень нудно, серьезно. Вот процесс сведения, он не то что не радует, он прям удручает. А вот когда закидываешь 400 единиц урона, ну, тогда, безусловно, приятно, особенно если ответка никакая не прилетает. Такс, надо рашить, надо пушить, надо разбирать. Не хочется, чтобы у нас это все закончилось исключительно по очкам захвата. Повезло сейчас. Повезло буквально на какие-то доли миллиметров. Ну, здесь могу смело идти в размен, адреналин. Бок с ним потрачусь, голда на всякий случай. И 54 единицы не хватает добрать. Ну, да бог с ним. Фраг сделал, урона немножко набросал, покататься покатались, на машинку посмотрели. В чем мне повезло в данном бою? В том, что восьмерки не были на мне сконцентрированы. Ну, как-то так бой сложился, что я был неинтересен абсолютно своим соперникам, ну и, соответственно, они были заняты моими союзниками. Это позволило мне откидывать по соперникам урон каждый раз практически, как только я уже был перезаряжен. В отношении времени перезарядки, безусловно, не самое лучшее, но привыкнуть к нему можно. И лично от меня, в отношении минусов по лекану, я бы отметил исключительно вопрос в времени сведения и в отношении круга разброса. Хотя, в целом, лекан, даже с его вот этим полным кругом разброса, точнее, огромным кругом разброса, при полном сведении, дает вполне себе неплохие выстрелы, даже на дальних расстояниях. Периодически, безусловно, как и обычно, да, в целом, как у любой тачки в нашей игре, орудие может косить и может снаряд неожиданно прилетать туда, куда ты даже не ожидал. Но, в основном, при полном сведении, которого, правда, стоит дождаться где-то с полжизни, снаряд летит действительно максимально приближенно к центру вашего прицела, то есть к точке вашего прицеливания. В целом, лекан, машина интересная. Является ли имбой? Нет, однозначно не имба. Можно ли себе ее заиметь? Да, можно, но все, вопрос утыкается в том, сколько золота вы готовы за нее отдать. Я своего покупал на аукционе и, в принципе, брал его исключительно в коллекцию, катаю на нем очень редко. Ну, просто на седьмом уровне среди коллекционок, хоть лекан сейчас и не коллекционка, но для меня лично есть достаточное количество машин, которые нестандартные и предоставляют мне на седьмом уровне более веселый и интересный геймплей. Ну и, соответственно, зарабатывать на лекане я вообще никакого смысла не вижу. Для этого лучше купите себе восьмерочку. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, а вас, друзья мои, если все будет хорошо, вам жду вечером на прямой трансляции. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok